Эти люди редко придают огласке свой статус. Белорусов, которые сегодня могут открыто рассказать о том, что они ВИЧ-инфицированы, по-прежнему немного. О вирусе иммунодефицита мир знает уже не один десяток лет. И всё это время врачи ищут способы лечения. Общество учится жить рядом с этим заболеванием. Наш корреспондент Виктория Ходосок всё же отыскала тех, кто оказался в непростой ситуации. Викторию жизнь испытала на прочность буквально год назад. Новость о том, что результат теста положительный, перевернул всё с ног на голову. Сейчас женщина, конечно, по-другому смотрит на ошибки прошлого, но прекрасно понимает, что уже ничего не вернуть и нужно начинать жизнь с чистого листа. Потихонечку восстанавливаюсь. Здоровья, конечно, хочется. Хочется всего успеть. Пока заново жизнь начинается у меня. Правда. Ирине 35. Она тоже оказалась втянутой в водоворот непростых событий. Женщина живёт с диагнозом меньше, чем полгода. ВИЧ-терапию ей проходить пока не нужно. Лишь раз в полгода сдавать анализ. Ой, тяжело. Почему я? Главный вопрос, который останавливает ВИЧ-инфицированных, придя к профессиональному психологу Ирине. Ей, как никому другому, известно. Многие пытаются скрыть ситуацию от близких и бороться самостоятельно. К психологам обращаются единицы. Странно, но так и есть. Единственный человек, о котором они просят, это равный консультант. Это человек, который сам живёт с ВИЧ. Ежегодно на лечение ВИЧ-позитивных тратится десятки миллионов. Сейчас в стране около 17 тысяч белорусов имеют положительный статус. При этом почти все получают антивирусную терапию отечественными препаратами. Справиться с непростой ситуацией помогают и в специальных центрах. Мы помогаем им устроиться на работу. Иногда помогаем в восстановлении документов, потому что люди, страдающие проблемами, у них есть страх пойти даже в какие-то учреждения, их надо сопроводить. Мир знает о вирусе иммунодефицита человека уже не один десяток лет. Пусть это и не так быстро, но общество учится жить рядом с этим заболеванием, не бояться и не осуждать ВИЧ-положительных людей. Для одних ВИЧ – это диагноз-приговор, для других – смысл задуматься, сделать выводы и измениться. Наши герои сегодня пытаются бороться со всем миром и его правилами, а также с соблазнами, которые когда-то перевернули весь их сценарий, написанный жизнью. Виктория Ходосок, Анастасия Бут, Сергей Васюкевич и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ.